Ну что я могу сказать. Очередной маленький птенчик. Ну это совсем прям маленький. Я слышу, Саша. На сарай к нам закину. Ага, хорошо. На сарай там. Смотрите. Саша говорит, что возможно кокушонок выкинул. Ну чалик-то уже его точно с ним заиграет. Он их его не съест. Он его просто заиграет. Маленький совсем. Вот я вам и говорю, что у меня здесь постоянно птенчики. Это сколько я еще не снимаю на камеру. Ну некогда бежать за камерой. А просто через забор в лес выкидываю в полет. Маленький. Это может не выжить. Может его кормить, Саша? Он пригрелся у меня. Саша, он у меня пригрелся. Ну, корми его. Кормить. Пойду за червяками. Нет, за червяков он не будет есть. А что я за мошками должна летать? Мошек лови, да. Ну нормально. Мошек лови. Муравьев он тоже есть не будет. А маленьких червячков прям маленьких? Не будет он червяков есть. Мошек лови. В этом бассейне, который попадает? Мошки. Ну, вот такого маленького точно любая кошка съест. А мне жалко. В общем, я решила его взять на воспитание. И из бассейна вытаскивать всяких мошек и кормить его. Так. Ну чего, я здесь даже не вижу ни одной мошки. Зато бассейн у нас чистый. Я уезжала в Москву. И оставляла включенный фильтр на два дня. Ну, ничего, справился. Чистенький уже. Ну, сейчас посмотрю. Может быть... В скиммере? Нет, в скиммере нету. А, вон там бабочка какая-то в скиммере. Ой, я нашла. Я знаю, чем его покормить. Вот они, они, мошки. Вот они, они, мошки. Ой, пойду кормить. Иди сюда. Вообще, он стоя выпал. Есть гнездышко, да? Я его нашла... Вернее, Чарлик его нашел прямо вот здесь вот. Ну, это не значит, что он... Да, да, про тебя говорим. Не значит, что... Уже точно нельзя обратно в гнездо. Чарлик, признавайся, где нашел? Где нашел? Где нашел? Все, Люк, не трогай. Он выбрался. Все, все. Закрывай, закрывай. Давай его подсадим. Ну, можешь попробовать подсадить его туда. Сейчас, 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 сейчас. Покажи, покажи мне. Вон он там маленький. Нет, там выбрается. Нет, Саша, он уже готов. Давай его сюда. Видите, там еще маленький. Упал Саша вниз. Саша упал. А у нас будет новый стол. Только разобралась, только скатерть постелила. Ну, этот стол у нас очень старый. Ему очень много лет. Основа вообще. Ему лет 30, наверное, еще. Уже вернее. Видно, как он рассохся. А здесь у нас наверху шифер. В общем-то, из чего и построен наш дом. Я уже говорила в своем видео, когда был обзор моего дома. А Верочка, дочка, заказала другой нам стол. Стол из ротанга. Поэтому сейчас все это разбираем. И ставим новый стол. Ну, видите, какой он неказистый. Но простоял здесь последние, наверное, 15 лет. Всех птичек не пожалеешь. А мне жалко. И говорю, почему у нее такое маленькое гнездышко? Естественный отбор. Да, согласен Саше. Ей не выкормят всех. Но птичка маленькая. В общем, я расстроилась, вы знаете, до слез просто. Если вот в прошлые видео я показывала большие птички, они прям с ладошку. А это, ну вот, прям как вот у нас пальчик. Махонькая такая. Непонятное дело, что я ей... С пинцетиком мошек есть. Мошек, да, не выкормлю. С пинцетиком. Мошку, карту. А это полированное было раньше, да? В общем, в столу. Это еще со старослендской квартиры. Это был 80... Верочка родилась в 85-м, но я не знаю, в каком году там. Эти выкинуть. А это можно попилить и по... Кирпичкой, да, Саша? Вот написано, стол обеденный. Ну? Так, сколько? Цена? 9 рублей 50 копеек. Так, стол обеденный. 9 рублей 50 копеек. В общем, вопрос на засыпку. В каком году? А там, наверное, написано. Стол стоил 9 рублей 50 копеек. Саша, давай посмотрим. 1977 год. Сейчас я... Слушайте... Это гост 77-го года. А, это фу, 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 77-го года. Хотя, может быть, я не знаю. Давай рассмотрим поближе. Думаешь, гост... Хотя нет, 77-го года. Гост вот... Ну, в общем, да, хотела вопрос на засыпку. А здесь все написано. С 77-го года мы расстаемся со столом обеденный. С московской мебельной фабрикой номер 7. Так, реклама. Филиал мебельного комбината номер 6. Сельскохозяйственная улица. У нас... У нас на ВДНХ... Ненавязчивая реклама. Вы слышите, как тоскливо птичка поет И я не могу, я расстроилась до слез Вот этой вот ситуации Я правильно, Саша, говорил, что Естественный отбор Но ты думаешь, что естественный отбор где-то там Тебя не касаемый А когда вот на твоем участке Вот ручку протяни, руку протяни И вот они, гнездышки И птичка так поет тоскливо Ну ладно, слезы вытираем Живем дальше, работаем дальше Вот такой вот стол из ротанга Весом 13 килограмм Ну понятно, что он искусственный ротанг Ну в общем, у нас теперь новый стол Который, возможно, прослужит еще лет 30 Я надеюсь Ну в общем, я довольна Сейчас накрою скатертью И я уже говорила, почему постоянно накрываем скатертью Сверху или сосна плачет Птички у нас здесь капают Ну, так вот Так, сегодня день птичек, я поняла Не трогай, Чарли, нельзя Нельзя, нельзя, нельзя Но это уже побольше Ну что, Саша, туда? Туда, туда, на сарай На сарай или в лес? На сарай, на сарай Я уже тебя без перчаток Я тебя не боюсь Ты господи, боже мой Слушайте, это уже какой по счету птенчик Сколько я еще не снимала птенчиков Просто не некогда была Мой маленький такой Вот посмотрите, кто это Это дрозд, наверное, Саш Это дрозд? Ну пойдем, я тебя дутичу Тихо, тихо, тихо Ну что, еще отпускаем? Да, Чарлик? Не могу дать Нет, Зая, это же не игрушка Это не игрушка Нет, мы хорошие Я понимаю, что ты охотник Но охотник не должен душить дичь Тихо, тихо Так, ну давайте еще разочек Ты думаешь? Конечно Хорошо Добрый день, друзья С вами Любовь Птичек подоотпускали Стол уже поставили Вот такая вот сегодня с утра суета Не могу глаза открыть Потому что опять все что-то такое Еще цветет, цветет И поэтому приходится вот такой вот Прищуренный Перед вами быть Все-таки она тоскливо поет Я не могу У меня сердце разрывается Серьезно Разрывается сердце, как поет птичка По своим птенчикам Ну, конечно, я знаю, что вы сейчас скажете Не надо было смотреть гнездо Но я думала, что там один он был в гнезде А оказалось, там еще двое маленьких птенчиков Ну, естественный отбор И к этому возвращаться больше не будем Наконец-то на даче У меня сегодня запланировано много дел Прудик нужно почистить Камни я в своей альпийской горке сюда перенесла Ну, вот видите, какой еще пруд Еще даже руки не дошли Не только руки, наверное, еще и ноги не дошли До этого пруда Картошка ждет своей участи Боюсь, что она у меня сейчас еще и зацветет Так, эта грядочка ждет Огурчиков И, видите, я уже посадила Прямо где-то в начале майских Или в конце апреля Горчицу Ну, пускай пока растет горчица Потом я все трактором Культиватором все перепошу И говорят, что это очень полезно для земли Лучок порадовал Да, лук всегда радует Ну, там у меня редисочка Ну, и, безусловно, клубничка радует каждого из нас Потому что сколько сил мы отдаем этому кустику Сколько любви мы отдаем этому кустику И вот в благодарность нашей любви, нашим силам Она начинает зацветать Ну, в этом году вообще повезло, правда И морозы не ударили Во время цветения Так что я вообще очень довольна Ну, не только я, думаю, каждый из вас Мое печальное Картофельное поле Сегодня тоже нужно заняться В общем, я не знаю, что важнее Картофельным поле Или прудиком Так, Чарли, отойди Вон, видите, грибочки какие-то выросли Чарли, отойди Вон, птичка поет, поет А Чарли сидит, ждет Никто ли не выпадет из гнезда Чарли, это подло Вон, видите Вот он там так и пасется Так, мой любимый скутер Хонда Готов к поездке Саша едет по делам на нем Вот он там Добавляем крючком Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и я понимаю, что у меня немасштабные уже грядки картошки. Это у меня раньше было две сотки. И когда я под лопату всё сама и копала, и окучивала. А теперь я делаю уже вот так и считаю, что это просто спортивный интерес. Вот я уже окучила, видите, да, сантиметров у меня здесь от земли, ну, сантиметров, наверное, двадцать. Вот она картошенька здесь у меня. Чарли, не лази к птичке. Не лази к птичке. Птичка уже села на гнездо. Чарли, птичка уже на гнездо села. Я слышу, как она там чирикает. Ну, всё равно не достанет, конечно же, не достанет. Птичка уже на гнездо села. А вода тёплая, ну, почти двадцать градусов. А что, пора открывать сезон. Классная водичка. Какое сегодня число у нас? Саш, какое сегодня число? Восемнадцатое. Восемнадцатое мая. Я открываю сезон. Я дождалась. Ух, классно. Ух ты. Вау, вообще, наконец-то. Ух ты. Ура. Ура. Насстрелите дом. Насстрелите дом. Ух ты. Ой, что я попал бы здесь? Светлая. Ну ладно, ключик. Так, подожди. Умьёшься. Саша, я открыла купальный сезон. Всё. Я теперь и не вылезу отсюда. Купайся на здоровье. Купайся. Классно? Вау. О, всё. Вода теплынет. Это моё. 20 грамм вообще самый комфорт. Дождалась, дождалась. Ну всё, друзья. Дождалась купального сезона. Ух ты. Ух ты. Классно.